Филателлистическая смесь, также бэкслот, киловар, килотовар, киловарный товар, оптовая смесь, микстура, микс, марки в стоке и ДР. Совокупность большого количества несортированных или частично сортированных почтовых марок и новофилателлистического материала, имеющего общую упаковку и выставленное для оптовой продажи филателлистам. Как правило, продавец при этом указывает ее вес нетой или приблизительное количество единиц товара. Коммерческий смысл. Обычно филателлистическая смесь выставляется на продажу марочными дилерами, масштабы деятельности которых делают коммерчески невыгодным детальный разбор всего поступающего к ним филматериала, при том что они заранее могут, достаточно точно рассчитать цену на мелкий опт с учетом своего интереса на основе оценки вероятности нахождения в товаре своих поставщиков, более-менее ценных объектов, требующих больше внимания. Критерий последних. Каталожная цена больше 1 доллара США. Кроме того, в большинстве случаев дилеру выгоднее продавать товар максимально быстро, в том числе и неразобранным, перекладывая всю или большую часть такой работы на покупателей и коллекционеров. Так как подавляющее большинство поступивших марок в течение непродолжительного времени значимо падает в цене. Многолетний ведущий сайта Junior Filatelist Esken Stuart пишет об этом так. Для коллекционеров же покупка марок в филателлистических смесях становится хорошей идеей из-за комбинации нескольких факторов. Очень низкая цена за экземпляр, порой 1-2 цента или меньше. По подсчетам филателлистического издания Lens Stamp News, в среднем марки в смесях продаются за 5% той цены, которую они имели бы в филателлистическом магазине, будучи выложены на продажу по отдельности. Фактор цены становится особенно весомым, если коллекционер-новичок имеет большое количество свободного времени либо вид или тема его коллекции не подразумевает собирание полных серий. То, что для дилера является рутинным невыгодным трудом, сортировка смесей для филателлиста часто полна специфических эмоций. Все-таки у коллекционера остается небольшая вероятность приобрести в смесях и откопать нечто коммерчески ценное. Как правило, если обратное не оговорено особо, он получает самые свежие почтовые марки, продающиеся на данный момент в почтовых отделениях. Обычно такие марки, пока их тиражи еще не очень распространились по альбомам всех желающих, как уже было упомянуто выше, стоят подороже, чем, например, прошлогодние. На доразборе смесей и доведении материала до стадии наборов или листов согласования иногда тоже можно заработать, перепродавая другим филателлистам. В этом случае такой покупатель становится де-факто субподрядчиком дилера, хотя последний может этого и не знать вида и происхождение. Первичная сортировка. Большая часть филателлистических смесей продается без сортировки вообще. Первичная сортировка подразумевает группировку объектов по виду «Это могут быть целые вещи». Часто по тонн-паппер подразумевается онпис. Вырезки обычно, но не всегда онпис предполагает сохранение полного отпечатка почтового штемпеля, в противном случае пишется «клоуз-код». Короткостриженные смеси – гашеные марки или редко негашенные марки. В свою очередь смеси из вырезок подразделяются на однобумажные и двухбумажные. В первом случае от конвертов оставляют лишь кусок с одной его стороны, передней, а во втором – с обеих, прихватывая и сторону с клапаном. Понятно, что смесь второго рода требует меньшей работы ножницами и более технологично, но она при одинаковом весе содержит вдвое меньше марк, чем смесь первого. А филателлист покупает, соответственно, вдвое больше макулатуры. С другой стороны, двухбумажная смесь показывает, что ее элементам явно было уделено меньше внимания со стороны дилера, а значит в ней повыше вероятность ценных находок. Приобретя смесь какого-то из первых двух вариантов, филателлист покупатель после сортировки смеси отмачивает марки от бумаги, сушит их и помещает в свою коллекцию и обменный фонд. В некоторых случаях он оставляет подобные объекты, как есть. Марки третьего и четвертого вариантов после внимательного осмотра их состояния и отбраковки уже готовы к помещению в коллекцию. Как правило, дилеру проще заметить и отсеять поврежденные экземпляры, если он формирует смесь без бумаги, поэтому принято считать, что в такой смеси их процент ниже. Обычно сам характер источника уже подразумевает ту или иную первичную сортировку смесей и доводится дилерам до сведения потенциальных покупателей. Так выделяют миссионерские смеси. Источник их происхождения – различные церковные, религиозные, миссионерские, благотворительные организации общества, секты. Их члены и добровольные помощники обходят десятки и сотни офисов в компании и фирм, собирая в качестве пожертвования у их персонала использованные в ходе деловой переписки конверты, открытки, спам с марками. Некоторые подобные некоммерческие организации ведут и активную собственную переписку, результатом которой становятся такие же целые вещи. Волонтеры делают из них вырезки либо отделяют от них марки, формируют филаталистическую смесь и продают ее дилерам. Банковские смеси формируются сходным образом, но без посредничества некоммерческих организаций и сборщиков. Как правило банки и прочие финансовые учреждения имеют настолько большой объем переписки, что для филаталистических дилеров появляется смысл договариваться об оптовом выкупе целых вещей непосредственно и на регулярной основе. На филаталистическом рынке банковские смеси ценятся выше миссионерских из-за большей однородности материала, значимого количества марок высоких номиналов, характерных для бизнес-переписки и значительной долей целых вещей иностранного происхождения. Следует учесть, что, поскольку в наше время банки и им подобные бизнес-структуры практически полностью перешли на франкировку корреспонденции с помощью франкотипов, название смеси ныне не более чем метафора, дань традиции, домашняя смеси – результат подобной же деятельности, осуществляемой частным лицом, чаще всего подростком или пенсионером, имеющим много свободного времени для такого приработка. Обычно работа по сбору им смесей происходит без образования юрлица, порой от случая к случаю, а формированием товара он занимается прямо у себя на дому. Домашние смеси по умолчанию предполагают несколько большее внимание изготовителя к своей продукции, соответственно, меньшее количество заведомого брака, марок заломами, надрывами, налившей грязью и прочь. Случайные смеси, неразобранные смеси очень большого количества заведомо третисортного ненового филматериала общим весом в несколько килограммов. Они являются результатом смешивания марок от разных поставщиков, а их привлекательность для коллекционеров состоит как раз в весе. Последней является определенной гарантией того, что дилер не проглядел содержимое даже бегло и, значит, мог оставить в такой смеси десяток другой ценных экспонатов. Впрочем, часто дилеры формируют подобные смеси как раз из отвалов после первичного просмотра, поступившего от каждого своего поставщика, о чем честно и предупреждают. Фактически они таким образом гарантируют лишь одно, что на каждом клочке от чего-то будет присутствовать некая марка, не обязательно почтового и даже не обязательно полностью. Неверно полагать, что для организации жертвователей в подобной деятельности нет коммерческого расчета. Как правило, дар происходит в обмен на документальное свидетельство, заверенное представителем НКО о характере и, главное, о ценочной сумме пожертвованного. Подобные свидетельства в дальнейшем позволяют компании уменьшить налоговую нагрузку, так как благотворительность во многих государствах не облагается налогами. Поэтому нет ничего проще поручить секретарю не выбрасывать ненужную корреспонденцию, а накапливать в больших мешках или коробках и периодически передавать их в дар волонтерам из НКО. Это выгодно, вторичная сортировка. Как правило, при продаже филателлистической смеси дилер указывает, просмотрел он ее или нет. Первое подразумевает, что он скорее всего изъял из смеси большую часть экземпляров, показавшихся ему ценными. Во втором случае дилер квалифицирует товар как анчикит, юн пикет, то есть без изъятий, как есть. На практике покупателям, разумеется, приходится верить ему на слово, впрочем, получив печальный опыт, они всегда могут сменить дилера на более честного. Вторичная сортировка подразумевает, что весома часть работы уже проделана. Такие смеси в целом называются просмотренными вручную. Их достоинство отлов почти всех дубликатов и сильно поврежденных экземпляров. Сортировка по размеру и полноцветности, как правило, стандартные марки. В отличие от коммеморативных, печатается в одну краску и имеет меньший размер. Коммеморатив ценится выше отбор марок по странам или группам стран. Такие смеси, хотя тоже продаются на вес, стоят заметно дороже предыдущих. Обычно они имеют более мелкую расфасовку, до полукилограмма. Разумеется, в них находится материал более высокого качества, но неожиданностей во вручную отобранных смесях уже не найти. Окончательная сортировка на этом этапе происходит превращение киловара в наборы марок. После тонкой сортировки филателлистический материал практически всегда продается меньшими порциями и уже не на вес, а по точному количеству экземпляров. В том или ином наборе, потому что только теперь это количество становится в результате разбора известной. Именно оно интересует филателлистов. Покупателей наиболее распространенными являются наборы по 50 миллиардов 100 миллионов 200 тысяч 300 и 500 марок. Иногда они бывают меньше, есть и большие мега упаковки 1, 3, 5 и даже 10 тысяч штук. Общий признак всех наборов. Изготовитель подбирает марки по определенному признаку и гарантирует определенное состояние товара. Чаще всего при продаже дилеры обращают внимание покупателя на следующие характеристики наборов. Страну или группу стран. Год выпуска СМ. Также годовой набор. Определенная тема. Мотив. Отсутствие дубликатов. Отсутствие непочтовых эмиссий. Служебных, фискальных, благотворительных и им подобных марок. Виньеток и ярлыков. Наличие того или иного процента коммеморативных марок. Отсутствие неполноценных экземпляров. Отсутствие марок с фиктивными гашениями. Или дюн выпусков аравийских княжеств конца 1960-х годов. Признанных Международной Федерацией филателии нежелательными из-за их гигантских количеств. Характер и состояние гашений. Наличие полного штемпеля или, наоборот, легкое гашение, затрагивающее лишь угол марки. В зависимости от вида филателистической коллекции для ее обладателя становится предпочтительнее либо тот, либо иной тип наборов. Упаковка и торговля. Упаковка. Если филателистические смеси, прошедшие первые описанные стадии обработки, продаются на вес в мешках или коробках, то наборы марок, как правило, упаковываются в запечатанные конверты или пакеты из бумаги или кальки различного размера. В зависимости от количества марок, в большинстве случаев такие пакеты имеют прозрачное окошко из пленки или изготавливаются из прозрачного материала целиком, чтобы покупателю было видно содержимое. Менее распространенным, но все еще имеющим определенную популярность вариантом является продажа смеси и наборов связками. Часто такими перевязанными бумажными или шелковыми ленточками, пачками продаются одинаковые марки или серии, имеющие одинаковый формат. Связки порой достигают от 50 до 300 экземпляров и, как правило, они удобны для мелких филателлистических дилеров, стремящихся наполнить свои магазинчики ассортиментом. Способ хранения и продажи марок связками был особенно популярен в классический период развития филателии, когда большинство марок были безупцовыми, а альбомы для марок и клястера еще не были распространены. Известно, например, что император Всероссийский Александр III и писатель Антон Чехов хранили свои обширные коллекции почтовых марок именно в таком виде – перевязанными ленточками и пачками, уложенными в коробки. В дальнейшем этот способ потерял популярность, так как ленточки часто повреждают зубцы марок. Марки соприкасаются друг с другом, что влечет определенный риск их порчи. Да и рассматривать коллекцию в таком виде не очень удобно, приходится всякий раз развязывать пачки, а затем заново их формировать. Еще один способ упаковки наборов марок – листы согласования. Объекты, как правило, группируются по странам, тематике, мотивам, хронологии или любому другому принципу и равномерно распределяются по листу, так, чтобы можно было внимательно рассмотреть каждый вид листов согласования. Они обычно альбомные, форматом А4А3 или промежуточным между ними. Материал – плотная бумага, картон или пластик. Цвет фона – ровный, чаще черный, но бывает и светлый. Филаталистические объекты засовываются в прозрачные кармашки или прикрепляются к листу с помощью особых наклеек. Одиночные листы могут брошуроваться для удобства их транспортировки и изучения содержимого покупателем. Обычно совокупность таких сброшурованных листов называют «тетрадкой». Особый вид сброшурованных листов с марками был распространен в бывшем Советском Союзе. Центральное филаталистическое агентство «Соспечать» ввело в практику выпуск тематических подборок марок на сброшурованных листах форматом «близким К4». Такие тетрадки выпускались тиражами от 10 до 50 тысяч экземпляров. Небольшие же тематические наборы почтовых марок, как правило, распространились в прозрачных или непрозрачных пакетиках с художественно оформленными кладышами. Некоторые дилеры, имеющие достаточный объем продаж, изготавливают листы промышленным образом, обычно из пластика или пластмассы. Иногда такие или им подобные листы называют планшетами для марок или штат-картами, как правило в них предусматривается и второй элемент – прозрачный с одной стороны защитный кожух, куда помещается собственно лист с прозрачными же кармашками. Несмотря на то, что такие листы по сути многоразовые, они передаются покупателю вместе с товаром. В этом случае одновременно решается и проблема наличия у него конверта для помещения и транспортировки покупок. Продажа наиболее типичный продавец филаталистических смесей, некрупный дилер, владелец магазинщика барахолки. В то время как большинство таковых обслуживает клиентов своего района или города, более крупные дилеры расширяют продажи, создают сети профильных магазинов, выходя за пределы родного региона. Порой дилеры для привлечения покупателей формируют специальные образцы смесей, чтобы их качество можно было определить. Не рискуя большими деньгами, продавцы, адаптировавшиеся к интернету, создают веб-сайты, на которых филаталистический материал предлагается проживающим в любой стране мира, а также выставляют товар на интернет-аукционах в качестве лотов. Фунт или палкилограмма марок миссионерской смеси обычно можно продать дилеру за 0,5 – 1,5 доллара. Сам он выставляет это на рынок по 3 до 5 долларов. 10 фунтов марок на бумаге от 35 до 40 долларов. Прохождение каждого из записанных этапов сортировки увеличивает цену продукта во 2 до 5 раз. Цена отсортированных наборов сильно зависит от параметров, по которым входящие в них марки были отобраны, и может отличаться от аналогичных в разе и даже десятки раз. Например, фунт гашаных марок Германии обычно стоит около 15 долларов, а Люксембурга – около 40. Покупка. Некоторые филателлистические издания на регулярной основе проводят контрольные покупки и разбор смесей от разных дилеров и публикуют результаты, сравнивая потраченное на покупку смесей со стоимостью того, что в них удалось накопать, включая процент дубликатов, неполноценных экземпляров и прочь. Например, Инстамп Ньюс много лет ведет специальную посвященную этому рубрику «Филателлия на кухонном столе». Однако, например, Кэн Стюарт предупреждает. В целом, рекомендации покупателю смесей мало отличаются от обычных советов потребителю, вступающему в рыночное отношение с продавцом. Важно понимать, что если какая-то характеристика в рекламном предложении филателлистического дилера отсутствует, это не означает, что она подразумевается. Кроме того, надо иметь в виду, что в ряде случаев дилеры продолжают называть прошедшие сортировку наборы «киловаром» или «микстурами». Поэтому перед покупкой следует уточнять, что именно имеет в виду продавец и соответствуют ли параметры наборов заявленному. Стоит обратить внимание и на то, что дилеры в своих рекламных интернет-объявлениях часто используют для иллюстрации типовые изображения из фотобанков. То есть полученный от них по почте заказ может сильно отличаться от созданного в рекламе образа. При разборе филателлистических смесей и выяснении цен на обретенные марки по каталогам не стоит воспринимать последнюю как оферту. Это лишь оценка, формируемая компаниями «Миджорами». Реальная цена рынка доступна в рядовому филателлисту, может оказаться и скорее всего окажется значительно ниже. Это связано с низкой ликвидностью филателлистического рынка и небольшим числом его участников, особенно вне крупных городов и развитых стран.